Встреча с Миргородом 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 Вот чем бы я подкрепил Свой вот выбор того Что Шпонька это въезд в Миргород А Иван Иванович Слава Никифоровичем Это выезд Одна простая деталь Когда Шпонька Получая письмо от тетушки Выезжает из Могилева Он едет правда в Гадича Не в Миргород Но повторяю В данном случае важна не буквальность А некоторое Идейное содержание Так вот Как Гоголь Описывает вот это время Когда Шпонька едет в Миргород В Гадич конечно Домой В то самое время Когда деревья оделись молодыми Еще редкими листьями Вся земля ярко зазеленела Свежей зеленью И по всему полю Пахло весной То есть вот такая вот Обстановка Весны Свежей зелени Предвкушение Чего-то Радостного Летнего И так далее А вот Чем кончается Миргород На последних страницах Повести об Ивану Ивановичу Ивану Никифоровичу Да Когда собственно Сам автор Оказывается в Миргороде И после этого Навсегда его Покидает Стояла осень Своей грустно-сырую погодою Грязью и туманом Ну Весна-осень Сразу ясно Некая противоположность Но что интересно у Гоголя Что он пишет дальше Про эту осень Какая-то ненатуральная зелень Творение скучных Беспрерывных дождей Покрывала жидкую сетью Поля и Нивы Которым она так пристала Как шалости старику Розы старухи Вот Не просто оппозиция Весны и осени Но еще и вот Некоторое единство Вот этой зелени Которая все покрывает Но В конце цикла Эта зелень Уже Ненатуральная Что-то противоестественное Да и вот как мы увидим Собственно Вот Эта зелень Это и есть Некоторая прелюдия К Петербургу Да С его вот такой вот Обманной Да Иллюзорной природой Теперь Зададим такой вопрос Вот Какая тема Да Закладывается в основу Миргородского цикла Что Гоголя здесь интересует Прежде всего В контексте нашего Собственного Социально-философского Интереса Ну И я бы Предложил Такую гипотезу Да То что здесь Гоголя начинает Интересовать И то что его будет Дальше все больше и больше Интересовать Как я вам покажу Это вот такой вот конфликт Между с одной стороны Миром Которым правят Такие вещи Как экономика Собственность Право А с другой стороны То что вот этим миром Вытесняется Это мир Полиса Тире полемоса Как я вам уже говорил Да Вот Вика Рассматривает эти слова Как однокоренные Да Вот изначально политическое Полисное Это некоторый огон Это некоторая война Распря А не коммерция Прежде всего Вот И так вот значит Вот эта оппозиция Действительно Вот сама тема Экономики Или хозяйства Для Гоголя Будет принципиальной Вот еще Если позволите Две цитаты Из его переписки Да Жуковскому В 47 году Он пишет О как мне трудно Управлять В моем душевном хозяйстве Имение дано В управление большое А управитель Еще слишком плох И слишком не научен Как привести Умение В стройность И из письма Плетневу На год раньше Несмотря на то Что я считаюсь В глазах Многих человеком Беспутным И то Что называется Поэтом Живущим В каком-то Тридевятом Государстве Я родился Хозяином И даже всегда Чувствовал Любовь к хозяйству И даже Невидимо от всех Приобретал Весьма многие Качества Хозяйственные Мне следовало До времени Просивши Всю Житейскую Заботу Поработать Внутренно Над тем Хозяйством Которое Прежде всего Должен устроить Человек И без которого Не пойдут Никакие Житейские Заботы Это повторяю 46-47 год Уже Многие Годы Спустя Миргорода Где Гоголь Это уже Другой Гоголь Это проповедник Но вот Эта тема Сакрализации Хозяйства И рассмотрения Хозяйства Не как Житейских Забот Не как Домохозяйства А прежде всего Как Метафора Отношения К собственной Душе Вот К этому Гоголь Начинает идти Уже в Миргороде Хотя в Миргороде Повторяю В основном Хозяйство Понимается Еще буквально Вот если вы Там читали Например Старосветские Помещики То там Речь идет Не столько О душе Сколько О хозяйстве В буквальном Смысе слова Сад Лес Варка Варенье И прочие Всякие вещи Но понятно Что в каком-то Смысле Это вот такая Опредмеченное Натурализованное Выражение В общем-то Душ Этих людей Вот Об этом мы еще Немножечко поговорим Но пока Зафиксируем Этот момент Что Хозяйство Для Гоголя Это тема Сакральная Очень значимая Как некоторое устройство Которое захватывает Жизнь Человеку Целиком Зачем оно Захватывает Что вложено В этот Диспозитив Какая целевая Установка Спасение Спасение Человека Спасение Человека Для Загробной Жизни Его избавление От Морока И материальности Этого мира Если мы будем Рассматривать Это в гностической Перспективе Вот собственно Говоря Что такое Экономика Души И так далее И так далее Ну вот Прежде чем Уже окунуться В стихию Текстов Самого Гоголя Позволю себе Еще сказать Несколько Вводных Слов Вот касательно Самой Вот этой Проблематики И терминологии Если мы возьмем Слово Экономика То Несмотря на Всю его Казалось бы Самоочевидность В нем Надо Мне кажется Разглядеть Некоторую Принципиальную Такую Диалектику Внутреннюю Слово Двухкорневое И соответственно Первый Корень Ойкос Дом Да Но Понятно Что Дом Как мы Уже неоднократно С вами Говорили В метафизическом Философском Плане Это Не просто Место Уюта Да Это не просто Место Где человек Вот как Сказала Болебинац Да Может там Уснуть Да Избавиться От бессонницы Вот Но это место Принципиально Открытое Открытое Миру Да Дом Это место У которого Есть окна То есть Некоторые Интенции Да Окна В монаде Если Использовать Терминологию Лейбница Гуссерлер Которые Позволяют Да Открываться Человеческому Сознанию Человеческой Душе Самим Вещам Именно Самим Вещам А не Каким-то Абстрактным Понятием И образом Которые Эти вещи Дистанцируют Закрывают Искажают И в итоге Фальсифицируют И так Вот Ойкос Как дом Но в таком Несколько Метафизическом Смысле А во-вторых Номос Да Экономика Номос Традиционно Переводят Как закон Но вот Некоторые Авторы Да Показывают Что в основе Этого слова Да Лежит Какая-то Более Древняя Такая Вот Интуиция Какого-то Принципиального Жеста Человеческой Жизни И вот В частности В Номосе Земли Шмидт Говорит Что Это слово Производно От глагола Немейн Да Глагола Которая В общем-то Практически Во всех Языках Индоевропейской Группы В схожем Значении Употребляется Хотя только Одно Буква Н Практически Шмидт Эти слова В разных Языках Например В русском Языке Слова Понимать Обнимать Соответственно Понятие Принятие Занятие И так далее И так далее Вот Они отсылают Вот к этому же Глаголу Немейн Что Шмидт Переводит Как захватывать Занимать Как например Мы говорим Занимать позицию Занимать место И так далее И так далее Да Бибихин Например Приводит Схожую интенцию Правда С другим корнем Но мотив Философский Тоже Он говорит русское Слово Хапать От капью Понимать Да То есть Вот На латинском Звучит гордо Да Мы понимаем Этот мир По русски Звучит Как по русски Мы хапаем Этот мир Да Вот Но важно Понимать Что Вот Здесь действительно Возникает Некоторая диалектика Если дом Это место открытости В виду Самих вещей Да И этот вид Как бы Витает И никому Не принадлежит Он дан нам В некотором Общем Пользовании А не в частной собственности То вот Номос Как некоторый захват Направлен как раз на то Чтобы этот вид присвоить Да Владеть видом У Агамбана Есть например В одной статье Великолепная формула Да Что человек Пожалуй Единственное Живое существо Из всех Живущих На земле Которое Не просто Имеет вид Вид есть у кошки У собаки И так далее Да А вот человек Имея вид Еще хочет Завладеть этим видом Да И как бы Распоряжаться им Как некоторой Своей собственностью Что конечно же В каком-то смысле Противоречиво Да И вот мы говорили Об этом противоречии И когда там Как бы Мы хотим И видеть И быть видимыми Иметь тотальный обзор Видеть себя со стороны К чему это приводит Вот эта проблематика Важна И она Действительно В каком-то смысле Заключена В слове Экономика И отсюда Да Очень важно И на будущее Нам понадобится Это отношение к деньгам Ну понятно Что Деньги В гоголевских текстах Играют достаточно Существенную роль Конечно Здесь явно И романтическая Традиция Сокровища Клада Там Скупой рыцарь И так далее И так далее Да Но есть здесь И что-то выходящее За рамки Вот такого вот Мистического романтизма И принимающий вид Уже такого Критического Социально-критического Анализа Той действительности В котором человек Сегодня В гоголевском Сегодня Оказывается Итак Смысл денег Да Ну понятно Что в греческом языке Деньги Номисма На что указывает Аристотель Как раз Опять-таки Производные От Номос Да От закон Ну или От договора Как иногда Это переводят Да И Аристотель Никомаха в этике Буквально говорит Что деньги Называются так То есть Номисма Потому что Существуют Не по природе Да Не по фюзису А по Номосу То есть По некоторой Условности Но Если мы вспомним Что за этим Номосом Стоит еще Вот этот жест Да Метафизический Попытка захватывать Собственность Некий вид Завладевать Да То мы поймем Что и деньги Это прежде всего Некоторый Инструмент захвата Захвата мира Да Его оцифровки Конвертация в наличность Как бы мы сегодня Сказали Поэтому например Если душа Да Есть форма человека Или дом человека Да Душа Или сознание То что и позволяет Нам как бы Видеть мир Через вот Некоторые окна Да То цена души Проблематика Мертвых душ Да Цена ревизской души Означает действительно В том числе Вот некоторый Такой захват Души И в этом смысле Разрушение Ее способности К некоторой Интенциональности Блокировку Вот этой Интенциональности Да Аристотель Сам конечно Пытается Поставить Назовем это так Демона денег На службу Обществу Или кайнонии Да Деньги должны Облегчать жизнь Помогать людям Да Доставать то Чего им в данный момент Не хватает Но ни в коем случае Не должны Завладевать Полисом И не превращать Полис Вот в некоторое Такое вот Деловое предприятие Возможно Об этом Будет и Гоголь Мечтать В том числе И в своих Текстах Такого Вот Проповеднического Характера Как выбранные Места Из переписки С друзьями Но понятно Что Та реальность Которую Он вокруг себя Видит В общем-то Не очень Позволяет нам Какие-то Утопические Кланы По поводу Этого строить Хотя повторяю Гоголь их строит Там если вы считали Избранные места Там есть Предложение Жечь деньги На глазах По христиану Или делить Все деньги На семь Куч Говорит Гоголь Ну и какие-то Вот такие Достаточно То за что Его собственно На смех И поднимали Теперь Как понимает Деньги Сам Гоголь Я дал Некоторое Общее Разумеется Нацеленное На Гоголя Введение В проблематику Деньги А теперь Собственно Гоголевское Изображение Деньги Вот Для того Чтобы понять Специфику Гоголя Я оттолкнусь От представления Или понимания Денег Практически Его современником Да Известным Французским Экономистом Жаном Батистом Сеем Который Иногда Называли Который Был вдохновлен Адамом Смитом И пытался Вот как бы В континентальной Европе Проповедовать Идею Вот этой Новой Политэкономии Вот И собственно говоря Ну Для современного Видения экономики Сей очень важен Собственно говоря Вот те базовые Представления Об экономике Которые у нас Сейчас лучше Там равновесие Спрос и предложение Это все Восходит именно К Сею Так вот В трактате О политической экономии Сей Показывает Что он И писатель Тоже неплохой Да Предлагает Такую Очень интересную Метафору Для денег Что такое Деньги Это говорит Сей Телеги То есть Некоторые средства Доставлять товары На рынке Да Вот представьте себе На рынке ждут товар А вы его произвели Спрос и предложение Казалось бы В гармонии Но нету Того Что преодолеет Это расстояние Нету телег Вот Дефицит денег Нехватка денег Кризис с деньгами И связан как раз с тем Что вот Рыночная инфраструктура Не работает Хотя вроде бы И спрос Есть и предложение Этих телег Должно хватать Никогда не будет кризиса Но что стоит За вот этим Вот Отележиванием денег За этим стоит Некоторое требование Которое состоит В следующем Производиться должно Только то Что нужно И таким образом Само общество В многообразии людей Превращается В некоторый Коллективный Трансцендентальный Субъект На самом деле Это такой Некоторый Социальный Солипсизм Поскольку Представление Таково Что все люди На самом деле Знают Что кому нужно Потребности Прозрачны Никакой Мистики В этом нет Надо производить Лишь то Что людям Нужно И тогда Все будет Хорошо То есть Это такая Фикция На самом деле Что общество Есть некоторый Прозрачный Для себя Субъект Способный 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 Некоторому Адекватному Самоопределению Собственно Говоря Тоже Такая Вариация На тему Картезианства О которой Мы говорили В прошлый раз Ну и Понятно Что здесь Есть некоторый Идеал Равновесия Спросы И предложения За которым Кстати О чем часто Забывают Стоит Необходимость Перманентного Вытеснения С рынка Так называемых Неудачников Тех которые Что-то на рынок Выносят А никому Это не надо Пусть ищут Себе другие рынки Так можно было бы Дополнить Закон Сэя О равновесии Рыноков Такой главный Закон На рынках Всегда возможно Равновесие А вот под ним Закон А те кто Мешает равновесии Пусть ищут Себе другие рынки Ну и дальше можете Предложить собственные Вариации На эту картину Мира Итак Закон Сэя Это некоторая Власть Тавтологии Как принцип Экономической Рациональности Потребности Или спрос Равны предложению Вот рядом С Оранжереев Которой мы Занимались В прошлый раз Экономический факультет Находится В следующий раз Будете этим ним Посмотрите Там на углу Вот наверху здания Есть эмблема Которую лет Там 15 назад Придумали на Экономическом факультете Ну и некоторые Острословые критики Очень над ней потешались Там изображены Как раз спрос И предложение Ну в виде Вот такого журавля Летящего В какое-то Светлое будущее Вот такой Эффективной экономики И так далее И так далее То есть крылья Это Один график А вот шея И ноги Другой То есть Ну такое Воображение экономистов Поэзии экономики Не скучная математика И там калькуляции Бухгалтерия Птица летящая вдаль Да Птица тройка И так Цель для нас фон А что у Гоголя А вот у Гоголя Деньги даны Посредством Уже знакомого нам Образа ящика Да Мы уже говорили О Чичикове С его ящиком Дорожным О коробочке Которая тоже хранит Внутри себя Много В том числе денег Гоголь Прекрасно описывает Как она Раскладывает Там целковики К целковикам Полтиннички К полтинничкам Четверточки К четверточкам И так далее И так далее Да Ну и Не только это Если вы например Вспомните портрет То вот этот Сверток с червонцами Который в общем-то Преобразует жизнь Черткова Да Он находится В раме Картины С изображением Портрета Ростовщика Да И там Очень детально Гоголь описывает Что буквально В раме Был такой сделан Маленький ящичек Да В котором Вот эта вот Злополучная Большая сумма денег И находилась Да То есть можно сказать Что деньги Как бы схоронены В раме картины Но понятно Что ящик Образ богатый Да Великолепная Да Фраза Там сыграть в ящик Например Понятно Что означает Да Если вы например Посмотрите там Лексику других стран Да Вот например В английском Одно из слов Обозначающих Предприниматель Это Undertaker Да Но если вы посмотрите Другое значение Этого слова Гробовщик Да Любопытно Или например Safe Да Слово Которое Однозначно Означает Сберегать Схоранивать Хранить Деньги Да А в то же время Спасать Да Вот опять Экономика Как с одной стороны Метафора спасения Да А с другой стороны Вот такого Хоронения И понятно Что вот Гоголь Где-то интуитивно Имеет в виду Вот эту вот Вещь Рама Если мы будем Говорить о портрете Действительно Это функции Вот этого захвата Жизни Да Или выражаясь Психоаналитически Некоторые фиксации Желания Зачистки Образа Да Образ должен быть Товарным Да Он не должен Прорастать В какие-то Неправильные Области Например Если вы в портрете Вспомните Да Жандарм Который приходит Взыскивать По долгам С Черткова Да Рассматривает его Картины И на одном портрете Говорит А вот что это у него Под носом Табак что ли Художник говорит Тень Не могли бы В какое-нибудь Другое место Ее перенести Да Великолепное Описание полицейского Да Как бы Да Что вот Как это Вот даже картина Тень не на месте Понимаете Вот Не должно быть теней Да Мало ли там Внутри этих Теней что-то прячется Там Бомбисты какие-нибудь И так далее Да Вот Но собственно говоря Да Вот сама рама Да Она как бы Движется И оцифровывает Мир Размежевывает Мир В том числе Подчиняя Время Пространству И как бы Жизнь капиталу Вот если вы Кстати Посмотрите Просто включите Самое начало Мертвых душ Фильм я имею ввиду Швейцера То еще На титрах Да Там великолепная Музыка Написанная Шнитке Да И вот сама музыка Действительно На мой взгляд Звучит так Как если бы Под эту музыку Вы видели Не просто бричку Чичикова Въезжающую В город А как если бы Вы видели Сам вот его ящик Да С этими Ящичками Которые выдвигаются Вот представьте себе Такой Пляшущий ящик Да Который как бы Наезжает на вас Да Закладывает Свои выемки Да Добро В том числе Души Ревизские Не только Ревизские И так далее И так далее Вот под эту Такую Музыку Как бы Движется Да Вот в каком-то смысле Это вот Та самая Стихия денег Или стихия капитала Да Которая вот В образах Гоголя Так или иначе Может быть Представлена Вот Это вот такие Водные вещи А теперь Собственно говоря Давайте Перейдем Вот к анализу Тех двух произведений О которых Я вам говорил Итак Иван Федорович Понько И его тетушка Ну Великолепная вещь Да Собственно говоря Которая Знаменита Конечно В первую очередь Своим финальным сном Да Когда Тетушка Говорит Ивану Федоровичу Что ты должен жениться Вот у тебя уже Невеста есть Иван Федорович говорит Как это так Тетушка Я еще никогда Женат не был Что и вообще Что это такое Да Ему трудно Представить себя В том Что он вот Будет уже жить Не один А с женой И ему снится Вот этот вот Великий Такой сюрреалистический сон Да Ну Можно было бы зачитать Но Там Длинно Хотя и очень вкусно Все описано Но вы помните Что Кошмар связан с тем Что от сцены к сцене Вот Женитьба В разных образах Предстает Как некоторый Кошмар То он должен прыгать На одной ноге Тетушка говорит Теперь ты женатый человек Ты должен прыгать То он видит Что жена С лицом гусыни Бесконечно умножается Вот этот великолепный образ Да Материи Которая как бы Оторвана от формы Она начинает Разрастаться Как раковая опухоль Но у Гоголя Это еще гусыня Что очень важно Как мы потом увидим Да И куда Иван Федорович Не пойдет Везли это гусыня И в шляпе И в табакерке И в ухе Там И вот Отосюду она лезет То его Тащат за шею На колокольню И говорят Ты колокол А не Иван Федорович Самое главное Это конечно И самое наверное Заменитое Это вот Это вот Последняя По моему В этом сне Сцена Когда Иван Федорович Идет покупать Себе материю Для того Чтобы пошить Сюртук Да А ему предлагают Самую модную материю Говорят Вот не хотите ли жены Это самая модная материя Да Но когда он Эту материю покупает И идет потом К портному Портному Говорит что Материя плохая И никто Сюртук Из нее вам Не сошьешь Да И вот На этом Иван Федорович Просыпается А последнее Слово повести Как вы помните На учетушке Созрел уже Новый план Вот На этом Повесть заканчивается Да Якобы Вот Конец ее Куда-то исчез Пошел на пирожки Там и так далее Вот Кстати там еще Вот сейчас я подумал Хорошая вот эта тоже Метафора Вот роль женщины Гоголя О чем мы сегодня Будем говорить Да Хозяйственная роль Что Рассказчик говорит Почему повесть Без конца Она то была записана Целиком И лежала вот В шкафчике Да Но вот старуха моя Говорит рассказчик Да Пирожки очень вкусно печет Вот как-то я смотрю Что пирожки на бумажках А бумажки мелко исписаны Ну и понял Что половина повести Пошла вот на бумажки Для пирожков Да То есть вот Как бы Такая вот Еще одна чертовщинка Женщины Да Состоит в том Что вроде бы Она делает какое-то доброе дело Но Но в результате Вот мы Лишаемся конца В результате Добрых дел Женщин Да Вот Итак вопрос Да Вот Этот сон Да О котором Конечно написано Куча всего Да Почему Да Почему возникает Вот эта тревога Перед женитьбой Или тоска Вот этот Когда вот эта гусыня появляется Во множестве голов своих Да Там Гоголь очень хорошо пишет Да И тут его взяла тоска Знаете А вот тоска Да Вот Давайте подумаем вместе Да Итак вот Мне кажется Что Кодом Да К этому Гоголевскому Тексту Во всем Многообразии Образов Лежит вот та традиция Которую я уже сказал Это традиция экономики Или домостроя Да Напоминаю Что домострой Это в общем-то Русская калька С греческого слова Экономика Да Просто калька Вот И понятно Что вот Первым таким Историческим домостроем Да Является Знаменитый домострой Ксенофонка Да Такой вот Архетипический текст Где Сократ Да Вот говорит о хозяйстве Хотя вы знаете Какой Сократ был хозяин Да И в общем Какое у него было Домашнее хозяйство Но он там передает Слово Исхамаку Который вот Настоящий хозяин Да В самых ключевых местах То есть такая вот Создана такая вот Интересная ситуация Да Вот Исхамаку Можно сравнить В каком-то смысле Вот с такими Гоголевскими персонажами Например Второго мертвого Тома Мертвого душа Как там Костанжогла Такой учитель Хозяин Который вот Показывает Как правильно Надо хозяйствовать Да Итак Если вот Коротко напомнить В чем Принцип Принципов Ксенофонтовского Домостроя Принцип Очень простой Образцом хозяйства Является Сам космос Да Космос же устроен так Греческий космос Что Вещи И их места Да Неразрывно между собой Связаны Да Места являются Сущностными местами Да Это именно топосы А не просто Куски пространства Вот И соответственно Если какая-то вещь отсутствует Это уже пишет Ксенофонд Да Вещь сама Извините Место само должно указать На отсутствие Вещи Поэтому С самого начала Надо Просто знать Место Которое подходит Под каждый сорт Хозяйственных предметов И в этом и есть Хозяйственная мудрость Дальше Очень интересная метафора Вот если Хозяйство устроено так Что все вещи На местах А если не на местах То место Как бы Призывает Вещи Назад Про это Ксенофон говорит Вот тогда все вещи Образуют Как бы Некоторый хор Да Как в трагедии Например В театре А пространство В середине Между вещами Становится Прекрасным Потому что Каждый предмет Лежит Вне этого пространства То есть Хозяйство Это совокупность Не просто вещей Лежащих на своих местах Но все эти вещи Указывают На некоторое Пустое пространство Сценическое пространство На котором Должно происходить Что-то значимое Драма События История Да Встреча героя Со своей судьбой И в подтверждение Этого Исхамах Приводит Вот такую Очень важную Для греческого Мышления Метафору Метафору корабля Понятно Что Очень много Написано О том Как греческая Цивилизация Связана С кораблями С кормчеством Собственно Слово Кибернетика Кибернетика Гувернерство И так далее Все слова Которые связаны С управлением Отсылают К искусству Кормчего Греческого И так далее В то же время Известно Пиратство Древних греков Из которого По мысли Некоторых авторов Вообще рождается В том числе И философия И так далее Но важно Что поражает Ксенофонтовского Исхамаха Вот в этом Финикийском суде Что все предметы Лежат так Что они не мешают Друг другу Это очень важно Они мешают Друг другу Не заслоняют Обзор И поэтому Например Когда происходит Какое-то Катастрофическое Событие Например Буря Встреча с врагом Или что-то еще То Корабль А соответственно Люди на этом корабле Готовы Вот встретить Свою судьбу Да Нечто значимое Лицом к лицу То есть Хозяйство Должно быть Устроено так Чтобы Вид вещей Да Открывался Чтобы мы Имели С этим видом Дело Здесь Здесь же Можно Сразу Понять Что В каком-то Смысле Речь идет О материи Хозяйстве Это материальный мир И мы Вот можем Вспомнить Знаменитый Образ Платона Там Есть Вариант Дискуссии По поводу того Уместно ли Это Трактовать Как материю Да Но я имею ввиду Ту самую хору О которой Платон Говорит В Тимее И он говорит О хоре Как Какой-то Прозрачной Безвидной Восприемницы Вещей Да Сущности Вот Это можно Тоже сравнить С некоторым Хозяйством Да Вот Хозяйство Должно быть Устроено Как хора То есть Какое-то Такое Место Которое Позволяет Вещам Вступать В свою Собственную Сущность И Себя Внутри Нее Показывать Назовем Это легкая Или хорошая Материя Такая Материя Которая Помогает Вещам Явиться А не наоборот Затушевывает Искажает А в пределе И разрушает Собственный Вид вещей Напоминаю Это важно Потому что В сне Шпоньки Жена Описывается Как дурная Материя Почему жена А вот дальше Если вы Посмотрите Ксенофон Как бы Кульминация Вот этого Разговора Об устройстве Хозяйства Связана С выбором Жены Там даже Есть главы Которые Так и называются Выбор Жены Ну и конечно Самая замечательная Глава Называется Отучение Жены От использования Косметических Средств Понятно Что Ну а То что Выбор Жены Это Гоголевская Проблема Это очевидно От шпоньки До женитьбы И До других Текстов Все время Это вращается Хотя В женитьбе Есть и Обращение Это тема Где жена Невеста Вернее Выбирает Себе Женихов Все это Вы помните Вот Понятно Что Выбор Жены Это Ну как бы Такая Деловая Операция Что Что Рациональное Жена В общем-то И должна Заботиться Об уместности Каждого Предмета Вот в этом Хозяйстве В этом Хоре Хозяйства То есть Она должна Быть Руководителем Вот этого Хора Хорегом Или как Это у греков Называлось А сегодня Мы сказали Эффективным Менеджером И так далее Вот И действительно Центральным Пунктом Воспитания Жены Является Ее Отучение От использования Косметических Средств Ну Понятно Что здесь Есть Вот Какая-то Такая Игра Да Конечно Есть и Буквальный Смысл Этих Вещей Но В то же Время Мы не Должны Забывать Что Косметика И космос Однокоренные Слова И в этом Смысле Косметика Относится К космосу Примерно Так Как Идол Или Эйдол Относится К Эйдосу То есть Это Имитация Ложная Поддельная Имитация Те кто Занимался Гоголевским Восприятием Петербурга Как им Польский Например И говорят Как раз Что Петербург Для Гоголя Это город Симулякров Потому что Он именно Имитирует Рим Например Своими Космическими Средствами Отсюда В этом Городе Очень много Лепнины Не мрамор Не Какой-то Твердый И вечный Материал А именно Лепнина Все эти Лепные Атланты И так далее И так далее Вот Понятно Что в данном Случае Имеется Ввиду Вот Соответственно Косметика В широком Смысле Это то Что Своим Ложным Блеском Или Своей ложной Псевдокрасотой Затемняет Существо Космоса То есть Эйдесы В каком-то Смысле От нас Уводит И вот Здесь Мне кажется Можно найти Исток Вот этой Самой Дурной Материи Материи Которая Не как Хора Прозрачная Безвкусная Бесцветная Вода Которая Благодаря Своей Прозрачности Являет Вещью А наоборот Что-то Такое Кока-кольное Слишком Вкусное Слишком Цветное И в этом Смысле Как бы В рот Взял И уже Ничего Кроме Кока-колы Вокруг Себя Не видишь Можно По шутку Вспомнить Шинель Нового Акакия Акакевича Которая Совершенно Затмила Его взор И Понятен Здесь Результат В качестве Ремарки Можно Добавить Что Эту Традицию Домостроя Очень Долго Потом Продолжали В том числе Христианские Авторы Средневековья Например В эпоху Сколастики Рассматривалась Даже Тема Например Если Женщина Занимается Проституцией На какие Деньги Она имеет Право И Сколасты Обосновывали Проституция Это плохо Как таковое Но все-таки Проституция Это труд А труд Это некоторое Страдание Затрата сил Значит Имеет Право Зарабатывать Деньги Но Это Честный Труд А что Такое Честный Труд В случае Проститутки Она Не должна Очаровывать Клиента Ложными Прелестями И Соответственно Если Проститутка Получает Свои Деньги За то Что Она Принестила Клиента Косметическими Средствами Прихорашиванием Таким Ложным То Эти Деньги Она Должна Отдать Назад Или Пожертвовать Церкви Или Раздать Нищим Потому Что Пускай Такая Какая Есть Это Природа Это И Будет Влиять На Цену А Ничего Сверх Того Никаких Искусств Упаковки Товара Чтобы Ложными Прелестями Сверкал Вот Да Ну и вот Собственно Говоря Да Вот На мой Взгляд Один Из Ключей Вот Этой Тревоги Перед Будущей Женой Шпоньки Связан Как раз Вот С этим Да В конечном Итоге Шпонька Изначально Описывается Как такое Существо Ну Слабое Нерешительное Да Такое Вот Очень податливое В любому Влияние Но есть В нем Все-таки И это Для Гоголя Будет Очень Важно Да Вот Какой-то Внутренний Стержень Насколько Может Он этому Сопротивляется Вроде бы Чем занимается Шпонька Всякой ерундой Там Чистит Пуговицы На мундире Да Мы же понимаем Что он при этом Чувствует Может Глядя на эти Начищенные Пуговицы Он смотрит В какие-то Бесконечные Космические Глубины И он делает Это Когда Хочет И сколько Хочет Вот Появится Жена С лицом Гусыни И уже Не факт Что там Тебе Дадут Чистить Эти Пуговицы И прочее Поэтому Собственно Говоря Для Шпоньки Вот Этот момент Очень важен Теперь Тетушка Тетушка Конечно Василиса Кашпаровна Это Конечно Совершенно Примечательный Персонаж Я бы Сказал Что Это Персонаж Такой Синтетический Или Много Составной Что Я еще Попытаюсь Показать Во первых В этой Четушке Есть то Что В прошлый раз Я предложил Назвать Именно Хватким Демоном Хватким Демоном На самом деле Главный Субъект Всего Это Именно Четушка И Как мы Знаем Главный Интерес Четушки Через Шпоньку И любовь К племяннику На самом деле Направлен На захват Собственности Есть Вот Этот История О том Что Якобы Там Есть Какая Это Земля Которая На самом Деле Должна Принадлежать Шпоньке Но Ее Захватил Сосед Сторченко Откуда Непонятно Взявший Но Надо Попытаться Всеми Способами Эту Землю Вернуть И Четушка Дважды Повторяет Что Вот Если Не Удастся По Хорошему А по Хорошему Через Желидию То Через Суд Здесь Появляется Вот Это Очень Важная В дальнейшем Метафора Тяжба Суда Не Необходимо Стребовать Судом Фамильное Угодие Племянника Кстати В Шпоньке Есть Буквально Сцена Которая Потом Перекочует В мертвые Душки Если Вы помните Ноздрев Ведет Чичикова По своим Землям И говорит Вот Все Что Ты Видишь До Вот Этого Межевого Столба Это Мое Ну И Что После Этого Столба Тоже Мое И В том Числе Вот Тот Лес Ну И Там Взять Нем Жив Говорят Это Когда Я Выкупил Ну И Там Начинается Всякая Назревщина Вот А Шпоньке То же самое Тетушка Показывает Шпоньке Вот Некоторые Лес И Говорит Вот Сейчас Он Принадлежит Сторжен А на самом деле Он Твой И Мы Сделаем Так Чтобы Он Вернулся К тебе Поэтому Как Всегда Гоголь Берет Какой То Сюжет И В разных Текстах Причем Иногда Стоящих Друг По Друг Очень Далеко По Времени По Разному Разные Вариации Создает Вот Можно Сказать Что Назрев Кто Это Такой Это Тот Ж Шпонька Но Без Тетушки Поэтому Он Может Только Говорить Что Земля И Гон А На Самом Деле Только Болтать И Может А Был бы Четушка Какой Шпоньки Возможно Все Было бы И Хорошо Хваткова Демона Понятно Назрев Это Черт Черт Который Сотрясает Воздух Понятно Что Только Проигрывает Хозяин Тут Четушки У него Нет И Понятно Что Четушка Вот Этой Своей Хваткой Стороной Это И Есть Жена И В этом Смысле Именно Она Является Поставщиком Вот Этой Дурной Материи Которая Должна Греть Но На самом Деле Не Столько Греет Сколько Душит Вот Вспомним Эти Удушья Во Сне Да Как Колокол Тебя Тянет На Колокольную И Так Далее И Так Далее Или Все Заваливается Этими Гусынями И Прочее Обратите Внимание Что Ну Гоголь Читал Толкование Сновидений Фрейда И Знает Основной Тезис Что Материалом Для Сновидений Является Впечатление Текущего Дня Если Вы Почитаете Про Текущий День Да То Там Например Тетушка После Того Как Шпонька Съездил На Обед С Торченко Ему Там Приглянулась Как Раз Сестра С Торченко Тетушка О Невесте Говорит Какое На Ней Платье О Будущей Невесте Какое Жена Ней Было Платье Хотя Впрочем Теперь Трудно Найти Таких Плотных Материй Какая Вот Хоть Бы Например У Меня На Этом Капоте Понятно Что Жена Как Дурная Материя Она Дурная В Двух Полярных Интерпретаций Дурная С точки Зрения Четушки То Недостаточно Плотная Недостаточно Хваткая Настолько Хваткая Что И Могла Быть Придушить Хозяина И Дурная С точки Зрения Шпонь Прямо Противоположная Что Наоборот Излишне Плотно Шпонь Боится Именно Этого Ну Почему Да Ну И Кстати Говоря Вот Это Вот В общем То Демоническая Природа Четушки Она Гоголем Еще Как Маркируется Первое Письмо Которое Шпонь Получает От нее Чтобы Приехать Домой Заканчивается Словами Чудное В огороде У нас Выросла Репа Больше Похоже На Картофель Чем На Репу Но Все Исследователи Показывают Что Это Точная Рифмовка С Концом Последней Повести Вечеров Заколдованного Места Где Именно Прозаколдованное Место Вот это Место Где Небо Танцовывается Да Где Как Субъект Своей Активности Блокируются Да Начинает Идти по кругу И так далее И так далее В конечном итоге Это место Засеивают И вот Пояс Кончается Так Заколдованное Место Засеют Как следует А взойдет Такое Что и разобрать Нельзя Арбуз Не арбуз Тыква Не тыква Огурец Не огурец Черт знает Что такое Да Опять Да Вот Можно сказать Что Речь идет О Размывании Границ Родов И видов Вещей Когда Вещи Начинают Вместо Вот Таких Хороших Эдетических Форм Образовывать Какую-то Такую Дурную Материю Вот Ну Как В фильме С Луидой Фюнесом Крылышко Или ножка Когда нам Показывают Что все То Что В супермаркете Вы видите Там Мясо Рыба Яйца Вино На самом деле Из какой-то Такой Из табака Какой-то Материи Делаются Просто Потом Там Формочки Укладываются Раскрашивается И так далее Все в супермаркетах Пытаемся Прекрасно знаем Что Вот Формула Напиши Китай То и выйдет Испания Это то же самое Что в супермаркете Там Не знаю Напиши яблоко То и выйдет Килька В томатном соусе Там В общем Потому что Все примерно Одно Вот Да Ну Понятно Что это Некоторый сигнал Тревоги Да Которая В фразах Гоголя Звучит Что Все Обман И этот Обман Это вот такая Обманная Всеобщая коммуникация Это уже Помните Невский проспект Да Невский проспект Это место Всеобщей коммуникации Всеобщая коммуникация В определенном режиме В режиме Усреднения Симуляция Вот Лепнина О которой я говорил Да И Разрушение Вот этой Эдетической Или космической Онтологической Структуры мира Но У тетушки Есть и другая сторона И в этом смысле Это такой Диалектический образ Да И в повести Эта другая сторона Представлена Матушкой Самого Сторченко Тетушка Об этой матушке Так очень Как бы Уважительно Отзывается Вот И вот Матушка Сторченко Да Ее можно как раз Описать Как вот такой Нехватки Демон То есть такой Демон Который не захватывает Вид В свои Как бы Вот Лапы И не укутывает Его вот этой Плотной материи А наоборот Как бы Дает Этому виду Да Явить себя всем Да Образовать Вот такое Эдетическое поле Вот Тоже Всеобщая коммуникация Но уже такого В истинном режиме Да Вот В котором вещи будут Не Перетекать В друг друга Да А наоборот Являть себя В своей высшей сущности Здесь я Позволю себе Процитировать Своё любимое место Из Повести Про школьку Да Про то Как в общем Появляется матушка Вот Перед вот этим Обедом У Григория Григорьевича Сторченко А вот Идет сюда Матушка С сёстрами Сказал Григорий Григорьевич Следовательно Обед готов Пойдемте При всём Он потащил Иван Фёдоровича За руку В комнату В которой Стояла на столе Водка И запуски В то самое время Вошла старушка Низенькая Совершенный кофейник В чепчике С двумя барышнами Елокуры И черноволосые Иван Фёдорович Как воспитанный Кавалер подошёл Сначала к старушкиной ручке А после К ручкам обеих барышек Это матушка Наш сосед Иван Фёдорович Понко Сказал Григорий Григорьевич Старушка Смотрела пристально На Ивана Фёдоровича Или может быть Только казалась Смотревшая То есть очень интересно Может быть пристально А может вообще Не смотрела Впрочем Это была совершенная доброта Казалось Она так и хотела Спросить Иван Фёдорович Сколько вы на зиму Насаливаете огурцов Вы водку пили Спросила старушка Закрывавшим Весь его затылок Так что голова его Сидела в воротнике Будто в бричке Иван Иванович Подошёл к водке Потёр руки Рассмотрел хорошенько Рюмку Налил Поднёс к свету Вылил разом Из рюмки Всю водку в рот Но не проглатывая Пополоскал её Хорошенько во рту После чего Его уже проглотил И закусивший хлебом С солёными опенками Обратился К Ивану Фёдоровичу Не с Иваном ли Фёдоровичем А господином Шпонькою Имею честь говорить Вот великолепная сцена Которую я когда-то для себя Назвал коммунистическим Мгновением у Гоголя Потому что Все герои Которые здесь объединяются Они как бы Вплетены в сюжет В движение сюжета Но здесь они представлены Как бы вырванными Из этого сюжета Гораздо интереснее Забыть про то Какова их роль В целом произведении И увидеть эту сцену Как нечто самодостаточное Как вставную повесть На манер повести О Капитане Копейкине И тогда мы увидим Что главным героем Здесь является не столько Тот или иной персонаж А вот эта самая рюмка водки Вокруг которой Все в каком-то танце пляшут И общаются Друг с другом Вот Аналог этому Я пожалуй Видел только в фильме Лариса Шапичко Ты и я Где показывается Как на крайнем севере На какой-то полярной станции Или полярном аэродроме Где очень много людей Тут кто-то и на оленях И геологи Кого только нет И вдруг привозят пиво В советское время Представляете И вот показано Как все эти люди Пиво пьют Но они не пиво пьют А они Вот просто празднуют Просто какое-то событие встречи И пиво за всем этим исчезает Пиво просто дает им Как бы вот такой вот Небольшой дополнительный импульс Для того Чтобы вот как бы Все вместе встретиться И как бы просто Восхититься сообществом Друг друга Вот что-то подобное и здесь И не случайно рюмка водки Вот Кстати говоря Есть ранний телеспектакль Фокина Ну вот Который сейчас В Александрийском театре работает Да И который как вы знаете Много сделал по Гоголю Спектакли Да Там и Женитьба у него есть И Ревизор И так далее Вот есть ранний его как раз Телеспектакль Там Табаков играет Шпоньку как раз Вот И вот там как раз Мне кажется У него Ну вкус ему совершенно изменил Вот он Вот телеспектакль По шинели С Мариной Нью-Йор Это конечно гениально А вот там Он показывает этот обет У Сторченко Так как если бы вот Люди превратились В каких-то свиней И вот условно говоря Там где Как мне кажется У Гоголя Именно Мы встречаемся Вот с этой легкой материи Да Которая направляет Аскейдесу Он как раз наоборот Блокирует все это И показывает Что это такого царства Вот такое Какого-то свинства Да Там Девушки Вот эти вот Едят И у них там Изо рта чего-то течет И чуть ли не хрюкают Они не очень понятно Зачем он это сделал Но с другой стороны Авторское прочтение Есть авторское прочтение Мне кажется Скорее Вот эта сцена Схвачена В другом Высказывании О Гоголе Другого нашего Как бы Человека Думающего о Гоголе Или думавшего о нем Поскольку он умер И мне кажется Вообще Вот я так сегодня шел И подумал Что в каком-то смысле Вот Мы тоже с вами Жили в Петербурге Когда по нему Ходил еще Гоголь Но точнее можно сказать Вот какое-то его Вот как бы Его Существование В другом теле Хотя очень похожим И узнаваемым И все бы вообще Должны были бы понимать Что вот этот человек Который прожил там За 80 лет Да Это был Гоголь А все к нему относились Как просто к какому-то Хоть и гению Но сумасшедшему Ну как наверное И Гоголю когда-то Это конечно Олег Каравайчук Да Композитор Который в частности Написал музыку Для фильма Женитьба Виталия Мельникова Абсолютно гениально Вот Так вот Если вы в интернете Посмотрите Да Такая вот Лекция Репа не репа Да Арбуз не арбуз Да лекция не лекция Концерт не концерт Да Ну как всегда у Каравайчука Ну вот запись Минут на 40 Назвестно Рука Гоголя И там он периодически Что-то играет И иногда так он говорит Вот что такое Гоголь То его сравнивает С вагнеровским аккордом То там с ПДД В балете А в конечном итоге Или вот говорит дизайн Вот рюмка Возьмите рюмку Вот Гоголь Это рюмка Почему? Потому что поэтика Гоголя Это поэтика Абсолютных начинаний Вот Что-то такое Начинается Причем поскольку Это абсолютное начинание Оно идет не по горизонтали Потому что горизонталь Это следование Вот представьте себе Горизонтальное течение событий А на него сверху Как некоторые луч Что-то падает На мгновение заряд И уходит назад И вот Карвачок говорит Вот такова рюмка Это вот вроде бы Некоторый предмет Но который вот как Цветок раскрывается Куда-то наверх И понятно Что вот мы там Встречаемся за рюмкой Идем по своим делам А она вот стоит И указывает куда-то вверх И вот у Гоголя Действительно Здесь мы видим Что вот в какой-то момент Вот эти персонажи Сторченко Шпонька Там матушка Иван Иванович И так далее Там сестры Вот такое впечатление Как будто бы Вот они шли-шли-шли И вдруг потеряли гравитацию И благодаря вот Матушке с этой рюмкой На какое-то мгновение Вот смыли воздух И потом упустились И пошли дальше Вот как говорит Каравачук Понятно, что что-то пойдет дальше Но Гоголя в принципе не важно Вот ему важно Что вот в какой-то момент Опять произойдет Вот это вот Движение вверх Вот мне кажется Вот есть вот это Вот то, что можно назвать Принципом надежды Здесь мы видим Что вот этой тяжелой материи Да Противопоставлена Вот такая легкая материя Водки, рюмки Матушки Вот Которая Все-таки Вот в этой плотной И душной материи Проделывает какие-то дыры Да Открытые Эйдетики Этого мира Вот Вот повторяю Это введение к Миргороду Так мы пребываем В Миргород И вот Миргород Это собственно говоря Действительно Такой переходный момент Поскольку мы видим Что в нем есть еще Вот эта открытость Есть еще вот эта Какая-то радость Да Но вот Вот эта дурная материя Начинает Как тучи сгущаться И все больше И больше Помните я вам говорил Про осень В конце повести Да Про Ивана Ивановича Ивана Кифровича Про вот эту Неестественную зелень То есть косметическую А не космическую Да Вот начинает сгущаться Так мы пребываем Так мы пребываем Вот этот Миргород Космополис Да Где мир Уже вот-вот Будет захвачен Дурной Материей И вот об этом Как раз В повести Про Ивана Ивановича С Ивана Кифровича Какова ее основная тема Ну вот Опять сошлюсь На Вайскорфа Да Он говорит Что Миргород Это вообще Беспамятство Да вот Герои Персонажи Теряют память О вот этом Славном прошлом Это славное прошлое Было в вечерах В Миргороде Это славное прошлое Наверное отсылает К Тарасу Гульби Который специально Дан как некоторые Исторические дистанции По отношению К современности Но на мой взгляд Все-таки Не столько Беспамятство Сколько скорее Расстройство Или ослабение Этой памяти Все-таки Еще не полная Потеря Даже в последней Повести Как я вам попытаюсь Показать Вот персонажи Они все-таки Еще Вот эту диалектичность Экономики Политики Да Собственности Вольны Хорошей материи Плохой материи Сохраняют Ну вот Если присмотреться Прежде всего К ландшафту Миргорода В этой поезде Повторяю Описывается Миргород Как город Да Что мы здесь Видим Да Вот такое Местечко Местечко Украинское Лужа Посередине Которую Городничий Впрочем Называет Озером Да Вот И так далее И так далее Ну такое вот Вырождение Что ли Былой истории Да Прозебание Такие Задворки Современной цивилизации Короче говоря Все то Что обозначает Словом Провинцы Да Вот В ругательном Смысле Этого слова Но в то же время Да Есть вот знаки Которые напоминают О чем О том Что все таки Когда-то Прошлое было другое Вот Симптом Да Гоголь В миргороде Очень много Упоминает Собак Да Вот И эти собаки Да Вот Они там В разных Ипостасях Предстают Вот Иногда Герой Идя из дома Берет Из плетня Выдергивает Палку Чтобы отбиваться От этих собак Иногда Там собака Кусает Кого-то За икру Вот Иногда Просто Лает И прочее И прочее Да Ведь собака Это Значимый образ И вот Я вспоминаю Там Вопрос Да Как связан Гоголь С Платоном Вот еще и здесь Да Ведь собаки Сословие стражи Из государства Да Не помню В какой книге О государстве В какой книге Да Платон говорит Да Что Мы будем воспитывать Стражи Как породистых щенков Потому что Собака Это философское Животное Оно различает Своего И чужого Да И так далее И так далее Вообще Философия Это Учение У некоторых Границ Да Например Явленого Мира И мира Метафизического И Понятно Что Социальная Жизнь Философия Соответствует Вот Это вот Искусство Стражей Понятно Что у Платона И стражи И философы В каком-то смысле Это Одни и те же люди Да Лучшие стражи Это философы И так далее И так далее Да Но вот в этом смысле Собаки Да А в то же время Вот То что от этих собак Иногда надо отбиваться Показывает Что вот Миргород Это действительно Изначально полис А полис Повторяю Это еще и Внутренний полемос Да Ну и вы знаете Вообще Исторически Да Что вот Старые города Там Каждый дом Имел свою башню Да Там Хозяева Иногда В какой-то Вендетте Там Воевали Друг с другом И так далее И так далее И собственно говоря В ироническом виде Это и будет сюжет Ивана Ивановича Ивана Никифоровича Да Вот в их ссоре Да Идиотской Да Кретинической Да Просыпается На самом деле Вот этот вот Исторический дух Да Какого-то Богатырского Прошлого Когда Если не было Например Внешнего врага Как в Тарасе Бульба Например Да То надо изобрести Внутреннего врага Да Там вот И уж Славно Вот Побоевать с соседом Да Вот Кстати на Украине Вот я там даже Помню Детские свои поездки Например Даже В селе Плетень Да Ухаты А вот место На котором плетень стоит Иногда называлось Риф То есть ров Да То есть там Помои выбрасывали на риф А понятно Рвами окапывались Вот Ну там замки Там и так далее То есть даже Сельские дома Часто имели вид Вот И в языке Это сохранилось Каких-то укрепленных замков Вот Понятно что Гоголь все это Как бы В себе Как-то содержал Да С другой стороны Что Очень важно Иван Иванович Иван Никифорович Да Что Вот эта Былая Выродившаяся Но все-таки Еще живущая Как говорят Делеса Батари Машина войны То есть казачество Собственно говоря Носит еще Что принципиально Контр-государственный характер Понятно уже Есть империя Российская Россия Давно есть Ей принадлежит Тарас Бульба Еще там Во второй версии Переделанный Призывает Там придет Русский царь И так далее И так далее Да Вот он уже давно Пришел Но Вот Гоголь здесь Как бы Со смаком Описывает Да Что Вот эти вот Дворяне Да Иван Иванович Например Про которые Кстати написано Что он был Достаточно робок Да Вот Но по отношению К государственной власти Он ведет себя Достаточно вызывающе Да Вот повторяю В Миргороде Мы видим Что Обитатели Миргорода Да По отношению К государству Держат Вот Какую-то Такую Ироническую Дистанцию Власть Государства Слаба Далека Вызывает Насмешки Например Городничий С простреленной Ногой Описывается Гоголем В очень смешных Терминах Да Простреленная Нога Называется Пехотой Да Вот Городничий Ну поскольку Он сам Когда-то Служил В пехотном Полку Да Вот Его больная Простреленная Нога Описывается Как пехота Которой Командует Городничий Но при этом Городничего Здоровая Шагала Очень быстро Левая Пыталась Шагать Еще быстрее Но своей Работой Труд Правой Сводила На нем Потому что Она Все время Куда-то Вбок Опять Боковой Ход Препятствуя Движению Да Вот Эта Пехота Разрушала Все усилия Городничего Так вот Идти Прямо Вперед И так далее И так далее Заметим Кстати Что Фольклористы Там И прочие Обычно Если Хромой Затруднения Схождением То Они Сразу Указывают На Хтоническое Происхождение Персонажа И так далее Но здесь Как раз Мне кажется Ничего Такого Нет Почитайте Сами По-моему Городничий В данном Случае Ничего Общего С какими-то Хтоническими Чертями Не имеет Вместо Это Говорит О том Что Какая-то Такая Есть Тенденция Но В общем Она Не Абсолютна Вот Теперь О чем Благочини Городской Жизни Кто-то Мне даже Сказал Что В 18 Веке Когда В России Начали Государственные Чиновники Заниматься Теориями Полицейского Государства Которые Развивались На Западе В Германии Прежде всего Потом Я проверил Но все-таки Думали Как Полицию Перевести На русский Язык По-моему Мне кто-то Сказал Что Кто-то Предложил Перевести Как Благочини Суть полиции Чтобы все Было Благочинно Полицейские Мыслили Сначала Не только Как те Кто Арестовывают А как Те Кто Следят За Чистотой За Тем Чтобы Помоек На улице Не было И Подстроили То есть Такая Власть Не очень Уверенно Себя Чувствует Иван Иванович Наоборот Вот Когда Городничий Приходит К нему Со своей Пехотой И хочет Изъять Бурую Свинью Которая Как вы Помните Ворвалась В суд И Похитила Письмо Ивана Никифоровича Против Ивана Ивановича И вот Ее Надо Арестовать И Городничий Говорит Как Вы Хотите Только Я На что Иван Иванович Гениально Отвечает Что Ж Вы Стращаете Меня Верно Хотите Прислать За Нею За Свиньей Безрукого Солдата Который Там В подчинении Находится Так Я Прикажу Дворовой Бабе Его Кочергой Выпроводить Ему Последнюю Руку Переломит Заметь Это Горожанин Разговаривает Городничим В Гоголевском Тексте Присылайте Своего Солдаты Моя Баба Руку Последнюю Переломит Царская Россия В общем-то Так Хорошо звучит Даже сейчас Впечатляет Знаете Как это Называется Экстремизм В Гоголевском Тексте Напрямую Это Гоголь Мы Осуждаем Вот Это Что касается Меркоров Теперь Самое Главное Ссора Почему Зачем В чем Причина Ну вот Юрий Ман Который Один из Самых Главных Специалистов По Гоголю Как раз Говорит Про Я уже Несколько раз Говорил Что он Указывает Что у Гоголя Есть много Таких Немотивированных Переходов Таких Разрывов В какой-то Рациональной Причинно-следственной Связи Вот что Юрий Ман Пишет Почему У Гоголя Повод ссоры Нематериальный Ну так сказать Чисто психологически Амбициозный Дело не в том Что там Имущество А вот Признание Право Личности Мало того Эффект Повода К ссоре В нарочитой Необъясненности Перед этим Иван Никифорович Советовал Своему другу Поцеловаться Со свиньей Иван Иванович Назвал В ответ Ивана Никифоровича Дурнем Списанной Торбою И все Сходило То есть Вот такие вещи Совершенно Проглатывались И вызывали Только продолжение Такое вот Карнавальное Да А ты Дурень А ты Поцелуешься Со свиней И можно Представить Все до Бесконечности А вот Гусак Не сошел Говорит Юрий Ман Почему Дурень Нормально Или со свиньей Целаться нормально А гусак Не сошел Да Вот Ну мы понимаем Да Что здесь Есть что-то Такое Очень важное И в каком-то Смысле Вот это событие Когда гусак Не проходит Это буквальная Опять вариация На тему Заколдованного Места Да До этого Ссорились Как танцевали А тут вот Перестало Вытанцовываться И все пошло Вот по какому-то Замкнутому Кругу Да То есть Есть некоторое Заколдованное место Откуда Вот Я Если я Иван Иванович Выгляжу Именно гусаком И я не могу Это перевести Именно гусака Оказывается Спусковым механизмом Для совершенно Избыточно Рефлексивной Тяжбы Которая так и Не дойдет До завершения В пределах Повествования Вопрос Все-таки Почему именно гусак Ну вот Моя гипотеза Простая Да По какой-то причине Гусака Оказывается Достаточно Чтобы существование Субъекта Да Активного Суверенного Блокировалось И замкнулось Вот в кругу Своей жесткой Идентичности То есть Условно говоря Да За гусака Ивана Ивановича Как бы вот Пригвоздили Какому-то месту И теперь Вот он Чувствует Себя В каком-то Заколдованном Круге Да И не может Этого Никак перенести С другой стороны Да Гусак Есть явно Что-то Инородное Да По отношению К человеческому Роту Мы же люди А не гуси В-третьих Гусак Это то Что видно Со стороны Да Обидно Именно то Что вот Меня видит Со стороны Гусаком В каком-то Смысле Да Что-то Похожее Да Мы находим У Гегеля В его Знаменитых Спекулятивных Суждениях Когда мы Например Говорим вещи Типа Дух есть кость Действительно Гоголь часто Похож на Гегеля Потому что Если Гегель Гоголь говорит Дух есть кость То у Гоголя Как бы Сказано Следующее Дворянин Есть гусак Ну Потому что Как вы увидите Иван Иванович Потом В своем оправдании Будет говорить Что вот Я Дворянина Об этом Записано В церковной Метрике И прочее 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 Гусак Как всем Известно Это рассудочное Тождество Дворянин Это вот Это 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 Гусак Это птица И поэтому Дворянином Быть не может То есть Такое рациональное Объяснение Что дворянин Не гусак Понятно А мы уже говорили Что вообще Проблематика Гоголя Это вот этот Треснувший рот Когда Вроде В некоторой Сущности Вещи Или человека Оказывается Что-то Инородное То есть Гусак Это что-то Что вторгается В сущность Человека Вопрос Только ли Ивана Ивановича О том Что проблема С происхождением И с родом В тексте Гоголя Подтверждается В частности Следующее В позове Или в позове Вот не знаю Как там Правильное ударение Ставить Ну короче Вот в письме На мошенника Да Которое Иван Никифорович Подает Ивана Ивановича В суд Совершенно Не случайно Упоминается Про Ивана Ивановича Следующее Неистовый Дворянин И разбойник Иван Иванов Сын Перерепенко И происхождение Весна Весьма Поносного Да Иван Иванович Обвинил Ивана Никифоровича В том Что его назвали Поносным именем А Иван Никифорович Говорит Что сам Иван Иванович И происхождение Весьма Поносного Его сестра Была известная Всему свету Потаскуха Заметьте Речь о происхождении Ивана Ивановича Аргумент Его сестра Была известна Всему свету Потаскуха И ушла За егерскую роту И стоявшую назад Тому пять лет В Миргороде А мужа своего Записала в Крестьяне Соответственно Вот Условно говоря На фоне Поцелуете со свиней И дурень В писаной торбе Которые Отсылали Ну скажем так Каким-то Общим местам Такой Такого жанра Дискурса Как ссора Веселая А вот Гусак Неожиданно Попадает в то Что можно назвать Реальным В Лакановском смысле Что-то такое А проще говоря То, что за живое Задевает И в этом смысле Гусак Это Определенная Рефлексия Вообще На тему имени Понятно, что Гусак Это то, что Грозит стать Прозвищем Кличкой Некоторым Непристойным Но очень эффективным Дополнением К имени А тема имени Для Гоголя Как и тема рода Очень важна Тоже очень много Написано О именах О аномата Поэтике Гоголя И так далее И так далее Но вот мне кажется Гусака Мы лучше поймем Если Вспомним Одно место Из Верхних Туш Где В рамках Художественного Текста Гоголь Если угодно Излагает Свою философию Имени Это место Когда Чичиков Наконец-то Вот Ну не наконец С Собакевичем У него не было Особых проблем Кроме как Проблемы В цене Не могли сойтись Но вот он Уехал от Собакевича И едет К Плюшкину Известная сцена Где он Ищет дорогу К этому Плюшкину Видит мужика Который там Несет какое-то Бревно И вот значит Начинается с ним Разговор По-моему Селефан К нему обращается А не сам Чичиков Вот Просто зачитаю А потом прокомментирую Это один из лучших На мой взгляд Таких вот моментов И если вы фильм Мертвая душа Посмотрите То вот это Гениальные Вставки Где сам Гоголь Ключевые места Озвучивает Гоголь играет Великолепно Там Александр Трофимов И вот Самые ключевые места Текста Они просто Зачитываются Самим Гоголем Как бы Внутри фильма Они показываются Там через героев И вот это Как раз Наслаждение Как великолепно Это будет Зачитывать Трофимов Гоголь В фильме Швейцера Значит Помните Как там обращаются Эй борода Обращаются К этому мужику А как проехать Отсюда к Плюшкину Так чтобы не мимо Господского дома Мужик казалось Затруднился С этим вопросом Да то есть Было названо имя Плюшкина Фамильное имя Мужик не понимает О ком речь Что за имя То есть Как бы Слишком много И слишком мало говорит Что ж Не знаешь Нет барин не знает Эх ты А и седым волосом Еще подернуло Скрягу Плюшкина Не знаешь того Что плохо кормит людей А Заплатанный Заплатанный Вскрикнул мужик То есть Он знает Плюшкина Под прозвищем Да Вот Если бы был Плюшкин рядом Мы бы посмотрели Так бы он реагировал На это Как Иван Иванович На гусака Или нет Ну вот Прозвище И дальше Гоголь Пишет Ну просто Какие-то Совершенно Гениальные Вещи Было Им То есть Мужиком Прибавлено И существительное К слову Заплатанное Очень удачное Но неупотребительное В светском разговоре А потому Мы его пропустим Сами думайте Почина Вклинивается Прозвище Во все свое Воронье горло И скажет Ясно Откуда Вылетела Птица Ну видите Гусак Птица Каркнет Да Это вот Гоголевская Как бы Орнитологичность Да Зацикленность На Птичности На Птичьем Собственном Облике Да Об этом тоже Много написано Понятно Что это Ключевые Такие Означающие Вот птицы Образы птиц В тексте Гоголя Это тоже Очень такие Важные Симптоматические Означающие Произнесенная метка Все равно Что написанная Не вырубливается Топором А уж куды Бывает метка Все то Что вышло Из глубины Руси Где нет ни немецких Ни чухонских Ни всяких Иных племен А все сам самородок Живой и бойкий Русский ум Что не лезет За словом в карман Не высиживает его Как на сетка Цыплят Опять вот Птичий образ А влепливает сразу Как пашпорт На вечную носку И нечего прибавлять Уж потом Какой у тебя нос Или губы Нос понятно У кого У самого Гоголя Одной чертой Обрисован Ты С ног до головы Да Вот понятно Что гусак Да Это и есть Некоторая черта И понятно Что в Иван Иванович У Гоголя Настолько точно И убедительно Получается Что Гоголь Видно и сам Как-то переживал Вот В себе Все это Да И собственно говоря Понятно Что гусак Да Может быть Это какое-то Что-то Не знаю Насколько это Грамотно Будет назвать Что-то типа Контр тотема Да Вот такой Вот как бы Опять таки Повторяю Некоторый другой Незаконный род К которому Мы вдруг Оказываемся Причастны Да И это Вот Вырывает Нас Из славного рода К теории имени Да Вот Сергий Булгаков Который написал Философию имени Определил Имя Очень емко Да Имя Это гнездо бытия Да Вот И вот можно сказать Да Что как бы Вот Есть имена Родовые имена Как вот эти Гнезда бытия Да А есть вот Что-то такое Что врывается В это гнездо Со стороны Да И разрушает Это гнездо Этот род То есть опять Можно сказать Что это симптом Вторжения Некоторой Дурной материи Может быть Речь идет Об указании На каких-то Бесславных людей И здесь Я даже вспоминаю Вот где-то Андрея Белова Я к сожалению Не нашел цитату Но у него есть Очень такое Хорошее Определение Что Гоголь Своей Литературы Разрушил Свой класс Да Вот класс Там дворян Он превратил В каких-то Отщепенцев Там вот Люмпенов Бог знает Кого Да Путем Вот этих Непрерывных Инородных Вкраплений Вот примерно Что мне кажется Мог бы означать Гусак Но теперь Реакция На этого Гусака Моя гипотеза И тут Мне как раз Важно Сопоставление С Виемом Которым мы говорили Что вот В отличие от Ивана Ивановича Хамабрут Знакомый уже нам Как раз Открылся Навстречу Вот этой Потери себя Да То есть Вот как бы Ну В каком-то смысле Можно даже Предположить Что Ви И Видел в нем Вот некоторого Гусака И как бы Хамабрут Дал себя Вот Схватить за эту Гусиную шею Оттого и погиб Да То есть Он позволил Подвергнуть себя Какому-то Самоотчуждению А вот Робость Ивана Ивановича Как раз и состоит В том Что он Оказывается Не способен Скажем так Пройти Через Гусака Ну Пережить Становление Гусаком Да Не просто Проглотить это А как бы Выйти вот На новый уровень Этой ссоры Да Как бы Сыграть в игру Более высокого порядка Да Он говорит Нет Вот Есть вещи Что я допускаю А вот это Никак И что в результате А в результате Очень важно Если изначально Мы имели В Ивана Ивановича Вот такого вот Человека Анархического Может быть Феодально Анархического Который С законом С государством С высока Придет солдат Моя баба Ему последнюю руку Кочергой Да Вот А вот Благодаря тому Что он не готов Идентифицироваться С гусаком Он попадает Под Питу Государственной власти Да Включается В это пространство Закона И вступает В тяжбу То есть Собственно говоря Война Да Возможная Война В веселом смысле Да Вот такая Ссора Полемос Перерастает В судопроизводство И Отсюда Вот эти дворяне Эти бывшие казаки Воины Становятся Добычей Вот этих Как пишет Гоголь Мелких Пишущих Людишек Там Бюрократов Да Вот Всего того Чем Гоголь Был знаком По собственному Опыту И к чему Конечно Питал Ну Негативные черты Да Собственно говоря Знаменитое Финальное Скучно В повести Да Скучно На этой Свете Господа В каком-то смысле И отсылает Вот именно К этому Итогу Вот этой ссоры Которая начиналась Если хотите Так весело Да Если вы помните Что Хайдегер Долго Работает Со скукой В тексте Основные Да Основные проблемы Метафизики И там вот он Использует Вот это немецкое слово Которое буквально Означает Долгое время И вот действительно Именно здесь Начинается Вот это Долгое время Тяжба 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 Вот это осень Вот они Герои стареют Но тяжба Тянется Тянется И тянется Опять Если мы вспомним Да Что вот человек Есть Вид Который хочет Захватить Свой вид Собственность Овладеть Им То здесь мы имеем В каком-то смысле Вот эту тяжбу Завит Да Кто владеет Видом Моим Я сам И тогда Вы не должны Говорить Что я гусак Или наоборот Если я позволю То значит Моим видом Завладел Другой Например Иван Никифорович Хотя Что плохого Если моим видом Владеет Иван Никифорович Это же мой друг Вы помните Это эпическая Дружба Двух соседей Это как бы Гордость Всего мира А это там Гоголик Постоянно Иронизирует Что там Они дружат Но все равно Такая вот Филия В высоком смысле Этого слова Но Что-то здесь Разрушает И дружбу И войну Вот эта пара Дружба Война Это конечно Оппозиция Но она в связке Настоящие друзья Они и настоящие враги А вместо этого Мы получаем Судебную тяжбу Где уже не столько Друзья Тире враги Сколько Тяжущиеся стороны И вот здесь Опять конечно Без женщины Не обойтись Не обошлось Нам не обойтись А у них не обошлось Вот Значит Ключевая роль Здесь конечно Принадлежит Казалось бы Совершенно проходному Персонажу Которую зовут Агафья Федосея Вот именно Она Придала Вот этому Веселому И в общем-то Такому Ну Возможно Очень краткобременному Событию ссоры Вот это вот Измерение Бесконечной Тяжи К Ивану И весь дом Брала на свои руки Вот опять мы видим Вот эту вот хватку И вот в каком-то смысле В отличие от тетушки Ивана Шпоньки Она уже Такой однозначный образ Это уже Не сложный Пучок Разнонаправленной Контенции Это вот чистая Такая хватка Функция Хватки Как таковой Это было Это было очень неприятно Иван Никитирович Однако Шон К удивлению Слушал ее Как ребенок И хотя иногда Пытался спорить Но всегда Агафья Федосеевна Брала вверх Дальше Гоголь пишет Ну Супер вещи Да Я Признаюсь Не понимаю Ничего Это так устроено Что женщины Хватают нас За нос Так же ловко Как будто За ручку чайника Или руки Их так создано Или носы Нашто Ни на что Более не годятся И несмотря на то Что нос Ивана Никифоровича Был несколько Похож на сливу Однако Шона схватила Его за этот нос И водила за собою Как собачку Как собачку Он даже изменял При ней Невольно Обыкновенно Свой образ жизни Не так долго Лежал на диване Если же и лежал То не в натуре А всегда надевал Рубашку и шаровары Хотя Агафья Федосеевна Совершенно этого не требовала Она была не охотница До теремоний И когда Ивана Никифоровича Была лихорадка Она сама Своими руками Вытирала его С ног до головы Скипидаром Уксусом Смотрите Не жена Никто Но все равно Она просто Готова его Своей заботой Запеленать Человек полностью Захвачен И ничего уже не видит Агафья Федосеева Носила на голове Чипец Три бородавки На носу И кофейный капот Желтенькими цветами Известное Гоголис Мастерское описание Женщины Весь стан Ее был похож На кадушку И оттого отыскать ее талию Было так же трудно Как увидеть без зеркала Свой нос Ножки ее были коротенькие Сформированные На образец двух подушек Она сплетничала И ела вареные бураки По утрам И отлично Хорошо ругалась И при всех этих Разнообразных занятиях Лицо ее Ни на минуту Не изменяло Своего выражения Что обыкновенно Могут показывать Одни только женщины Как только она проехала Все пошло на выборот Приехал Ты, Иван Никифорович Не мирись с ним И не проси прощения Он тебя погубить хочет Это таковский человек Ты его еще не знаешь Шушукола Шушукола Проклятая баба И сделала то Что Иван Никифорович И слышать не хотела Иван Иванович Все приняло другой вид Буквально важный Платоновский вид Был этот вид Был вид такой Славный Дуэльный Молодецкий Все приняло другой вид Если соседняя собака Затесалась Когда во двор То ее колотили Чем не попало Попало Чем не попало Ребятишки Перелазившие Через забор Возвращались С поплем С поднятыми Вверх рубашонками И знаками Рост на спине Даже самая умная баба Когда Иван Иванович Хотел было ее спросить О чем-то Сделала такую непристойность Что Иван Иванович Как человек Чрезвычайно деликатный Плюнул И прямого толка Экая скверная баба Хуже своего пана Вот То есть Каков смысл Вот этого Как бы Вмешательства Агафьи Федосея Ну во первых Была ссора приключений Теперь ссора Это уже основание Да вот Предмет тяж Во вторых Как вот я уже Пытался Показать Агафьи Федосеевна Как бы выращена Из той части Василины Кашпоровны Тетушки Иван Федоровича Шпоньки Которая постоянно Только и делала Что грозила судом И была озабочена Возвращением Собственности То есть Она Вот это вот Агафьи Федосеевна И есть как раз Вот эта самая Дурная материя То есть Жена собственницы Жена душительницы Жена которая Только и хочет Что завести тяжбу И порождает Вот этот самый Знаменитый Ницшевский Рессентимент Да Который Это такой человек И прочее И прочее У Платона В государстве Кстати говоря Женщина Вот с таком Негативном обличье Появляется Если вы помните В знаменитом Переходе От аристократии К темократии Когда Платон Буквально пишет Вот как Появляется Вот человек Который В обществе Достойных Друг начинает Желать только Славы Завидовать Славе И так далее И так далее Как правило Это Сын Такого Отца Жена Которого Сын Такого Мужчины Жена Которого При сыне Все время Укоряла Мужа Что вот Он недостаточно Хорошую Должность Занял Что другие Его обходили И так далее И так далее И сын Рождается С чувством Что его отец Мать Все время Принижала Короче говоря Критиковала И говорила Что он Недостаточно Добился Такое Сентиментное Отношение И здесь Как вы помните Вырождение Политики Демократия Олигархия Демократия И в общем Все грехи И собственно говоря У Агафи Тимофеевни Мы видим Такое Отношение Ко всем Этим вещам Это уже Не ссори Аристократов Это уже Как бы Тяжба Гораздо Более Мелких Людишек У Гоголя Есть конечно Понятно Я так долго Об этом говорю Как будто У Гоголя Женщина Только таковы Конечно у Гоголя Женщина Влюблена в черта И так далее Но у него Есть конечно Пример Хорошей Материи Тире жены Это конечно Пульхерия Ивановна Из старосветских Помещиков Жена Афанасия Ивановича Которую Можно назвать Женой Соратниц А не женой Такой вот Призывающий К тяжбе И так далее И так далее Поскольку времени мало Я уже коротко Там есть великолепная цитата Где описывается Как вот Когда приезжали гости Афанасий Иванович Обычно любил поговорить И политики И он говорил Что вот Европейские державы Опять сговорились Выпустить на Россию Бонапарта Но я тоже пойду На войну Пульхерия Ивановна Обычно при этом Говорила Да куда же тебе Старым У тебя первый Солдат убьет Так я его сам Убью Говорил Афанасий Иванович А Пульхерия Ивановна Говорила Так у тебя Пистоли там Типа Вот Заржавели Так я их Починю А потом Описывается Как Пульхерия Ивановна Гостя подводила Ко всяким настойкам И говорила Вот эта настойка Вам поможет От того-то А вот это Если гугли на лбу Набежит Если вы о шкаф ударитесь И мы видим Что действительно Вроде бы Они подшучивают Друг Во-первых Подшучивают Друг на другом Это очень важно Иван Никифорович Извините Афанасий Иванович Подшучивает И так далее То есть у них Такие дружеские отношения Афанасий Иванович Не находится Во власти В хватке Своей жены Эпизод с настойками Как раз показывает Что в каком-то смысле Жена здесь Вот Ну как бы Знаете Призвана заживлять Раны Полученные в битве Понятно Что Когда ты встаешь И ударяешься В своей хате О шкаф И у тебя гугли Это такая вот Отсылка К каким-то Стародавним битвам Вот И да И вот И это вот такие Действительно соратники Да И вот они Не пытаются захватить Друг друга Плен Они живут вместе Открытые миру Правда Мир их это скорее Прошлое Старосветские помещики Но их подлинные враги Вот та сила Которая Вот сила дурной материи Да Это то Кому они противостоят Это как пишет Гоголь Приказчик И воин И Вся Вот эта дворовая Братья Которая занимается Только тем Что Пускает лес На продажу Ворует То есть занято Вот как бы Накоплением богатств Да В то время как Афанасий Иванович Афанасий Иванович Афанасий Иванович Им мало надо Да Потому что Они хозяйствуют Вот В античном смысле слова Да Чтобы видеть Некоторую эйдетику А не для того Чтобы вот Накапливать Богатство До бесконечности На этом позволю Сегодня завершить Чтоб вас Не утомлять А в следующий раз С удовольствием Продолжу дальше Если кто-то придет Спасибо С удовольствием Афанасий Иванович Афанасий Иванович Афанасий Иванович